Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему происходит так? Общаешься с человеком, общая тема есть, вот думаешь вот с ним или с ней будет дружить вечно, но проходит какое-то время, и общение какое-то сухое или не было. Тема для разговора есть, но всё равно как-то не так. Раньше было как-то живее, что ли. Ну, происходит это по разным причинам. Я думаю, что здесь вы больше внимания уделяете именно тому, как с вами человек общается, вот, а не тому, как общается, как общаетесь вы, и, соответственно, ведь общение выстраивают несколько человек, два или более партнёров, и, соответственно, можно здесь говорить о том, что если общение стало, допустим, менее живым, то это вот. В том числе и ваш вот вклад в него, в коммуникацию, так скажем. То есть это вы как-то вот коммуницируете на таком уровне. Кроме того, многое зависит от того, каких людей вы выбираете себе для коммуникаций, коммуникаций, то есть что это, что это, что это за люди, как они воспринимают вас, как они воспринимают реальность, реальность, как они, в принципе, себя ведут. Вот. Чтобы увидеть это, каких людей вы выбираете, нужно, конечно, в этом смысле, преследовать вашу личность. То есть необходимо увидеть, какая личность вы, чтобы было в этом плане яснее то, чем обусловлен ваш выбор, конкретно ваш выбор. Вот. Потому что мы часто выбираем людей, которые, ну, в той или иной степени отражают нас. Вот. Отражают какие-то наши моменты, да, какие-то наши особенности и так далее. Следующий момент. Мне кажется, что люди не могут и не должны поддерживать постоянный темп общения. То есть люди могут быть разными. и если, например, вы, ну, вот, в большей степени обращаете внимание на то, как вы общаетесь, а не на то, о чем вы общаетесь, то, на мой взгляд, это может быть весьма-везма такой серьезной проблемой. Потому что получается, что то, как вы общаетесь, например, Например, для вас важнее, чем то, о чем вы общаетесь. И на мой взгляд, то, что в принципе вас, ну, то, что ваше внимание, скажем так, привлекает, вот эта тема, что общаться стало менее живо. Говорит о том, что может быть само общение, его направленность, его векторность волнует вас не так уж и сильно. И вот это может быть серьезная проблема, это может быть очень важно. То есть вы говорите, что у вас вроде бы есть общая тема. Вы говорите, что у вас вроде бы есть общая тема. Но при этом у меня нет ощущения, что тема вам интересна. Общая тема – это не тема интереса. То есть, иными словами, иными словами. Речь идет не просто об общих темах, а о темах, которые вам нравятся, которые вызывают, ну, скажем так, живые эмоции. И вот это очень важный аспект. Потому что если тема, на которой вы общаетесь, живого интереса у вас не вызывает, то это может быть серьезной проблемой. для выстраивания, вот, коммуникации. Ну, для коммуницирования, скажем так. Поэтому здесь я бы, конечно, вот, обратил бы ваше внимание на это. Дальше. Следующий момент. О котором хочется сказать. Момент этот, пожалуй, заключается в том, что вы, ну, вероятно, имеете некоторые ожидания. Обобщение. Ожидания, ну, ваши ожидания, могут не совпадать с реальностью. И очень важно здесь увидеть то, как вы реагируете на то, что ваши ожидания не оправдываются. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент. Потому что если вы, например, чувствуете разочарованность, ну, например, подавленность от того, что ваши ожидания не оправдались, то это само по себе уже может быть тормозом для общения. Вот. Когда, когда, например, вы говорите, что думаешь, что будешь с человеком общаться, вечно, вот это, на мой взгляд, и есть в известной степени проявление ваших ожиданий. Вот. Потому что вы не знаете, вы не можете знать, ну, будете ли вы общаться с человеком определённое какое-то время. Или нет? Вот. Понятно, да? Поэтому вот на эти аспекты необходимо обратить внимание. вам, в первую очередь, в первую очередь, вам, конечно же, самой. Вот, пожалуй, такой ответ я могу вам дать. Ну, естественно, могут быть варианты, при которых, при которых в процессе общения что-то меняется. То есть, могут быть варианты, где в процессе общения меняется восприятие. Восприятие вас, восприятие тем для общения и так далее. То есть, это всё, это всё вполне адекватный момент. То есть, в этом нет чего-то необычного, аномального и так далее. То есть, при условии, если вы их хорошо относитесь и хорошо воспринимаете сами себя. То есть, я имею в виду, что, если вам, как бы, вот, ну, с собой, самой с собой, да, комфортно. Потому что, если нет, то излишнюю энергию, излишние свои, ну, скажем так, потребности, вы будете переносить на общение, ну, на общение вот с людьми. И оно, это общение вот, конечно, будет страдать. Потому что желательно, чтобы человек, ну, вот во взаимодействии, да, с другим, чтобы он был свободен, вот. А вы, получается, не свободны. Ну, вот, то есть, вы себя, получается, вот, как-то уже заставляете общаться. Ну, мне так, по крайней мере. Показалось, я тут могу ошибаться. Вот, всех, там, 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 всех новых я могу не знать. Это, естественно, само собой. Вот, но, тем не менее, исходя из того, что вы описали, я могу сделать такой вывод. Поэтому здесь важно не пытаться, ну, понять, почему так происходит. На мой взгляд, лучше, конечно, было бы, если бы вы спросили себя, что я делаю для того, чтобы это стало возможным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам над собой начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Обращайтесь за помощью. Удачи. Нет. Продолжение следует...